Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! На наступающей неделе, в пятницу, мы будем входить в праздник преображения Господнего. И в день преображения Господня мы вновь и вновь мысленным взором видим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир. Какой славой он призван сиять в Царстве Божьем, в вечности Господней. И если мы внимательно, всерьез принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самим глубоким образом наше отношение ко всему видимому, ко всему осязаемому. Не только к человечеству в неком планетарном масштабе, не только к человеку, стоящему перед нами, но к самому телу его, но и не только к человеческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас, ощутимо, осязаемо, видимо. Ведь все призвано стать местом вселения благодати Господней. Все призвано когда-то в конце времен быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой. И нам, людям, дано это знать. Нам, людям, дано не только знать это, но и быть сотрудниками Божьими в освящении той твари, которую Господь сотворил. В этот день, день преображения, согласно древнему обычаю, совершается в наших православных храмах освящение фруктов и овощей. И мне думается, это должно побуждать нас спросить себя, в чем смысл этого древнего чинопоследования, что значит вообще освящение. Ведь освящение плодов на преображение – только один из таких обрядов благословения и освящения. И если раскрыть богослужебную книгу, называющуюся «Требник», книгу, в которой собраны все эти службы, то мы найдем там особые службы и чинопоследования для освящения нового дома, поля, огорода, колодца и многих других предметов. И вот невольно думаешь, глядя на этот перечень, что словно ко всему миру обращена Церковь благословением, освящением, словно над всем и всеми распростерта эта благословляющая сила Божия. И вот вопрос, а почему же с таких древних, незапамятных времен испытывали и до сих пор испытывают нужду в освящении люди? Как-то мне пришлось говорить с одним человеком, который далек от Бога, от веры в Него. И он меня убеждал, что все эти освящения, все эти обряды – ничто иное, как суеверие. А суеверие всегда от страха. Человек боится. Боится отравы, боится неурожая, боится пожара, боится других людей. И вот религия, Церковь предлагает ему помочь избавиться от этого страха. Акропи фрукты или огород, или дом святой водой, а сегодня еще и автомобиль, и самолет, и корабль. И Бог защитит их, и тем самым тебя. И далее он продолжал. Как видите, грубое невежество, суеверие и обман. Однако, представляя дело так, этот человек не имел и понятия ни о самих молитвах, ни о чинопоследованиях, связанных с этими якобы суевериями. И когда я его спросил об этом, о молитвах, чинопоследованиях, он представил дело так, что какие-то священники и обманщики духовенства эксплуатируют страхи невежества, оперируют непонятными магическими заклинаниями. Но, если вслушаться в эти молитвы, вглядеться в эти чинопоследования, если хоть раз в жизни пережить радость этого святого, солнечного, преображенного полдня, когда совершается освящение, то становится ясно, что обманывает не церковь, а вот это примитивное и злобное, далекое от Бога представление вот такого человека, с которым мне пришлось иметь общение. Именно его представление о церкви, о вере и о Боге, а не молитва церкви пронизана страхом, пронизана недоверием, потребностью развенчать все, что выше, чище, глубже его упрощенного, материалистического, скучного подхода к миру. Потому что первое, что мы видим, слышим, переживаем в чинопоследованиях и молитвах освящения, это радость и благодарность. А там, где страх, там не может быть радости и благодарности. И наоборот, там, где радость, там уже нет страха. В страхе, говорит апостол Иоанн Богослов, есть мучение. И вот именно мучение, недоверие нет в преображенном свете. Но в чем радость? И за что благодарение? В одном стихотворении современного поэта, посвященном христианскому богослужению и литургии, есть такая удивительная строчка. «Взять в руки целый мир, как яблоко простое». И в этих незатейливых строчках, может, лучше всего, потому что так просто, так по-детски указан источник радости и благодарения, пронизывающих нашу христианскую веру. В яблоке, ну, конечно, не только в яблоке, но и во всем мире вера видит. Вера узнает и принимает дар Божий, наполненный любовью, красотой, мудростью, говорящей о той бессмертной любви, и что создала мир и жизнь, и дала нам их, как нашу жизнь. Сам мир есть как бы плод божественной любви. Божественной любви к человеку, и только через мир узнает человек Бога и любит его ответной любовью, и любит свою жизнь, и через эту любовь жизнь мира притворяет в дар Богу. Ведь наше падение, наш грех в том, что мы ко всему привыкаем. И потому все в мире, да и мы сами, все становится будничным, низменным, пустым. Яблоко становится только яблоком, хлеб просто хлебом, человек только человеком. Мы знаем их вес, наружность, функции. Мы знаем все о них, но мы их уже больше не знаем, потому что не видим света, просвечивающего через все в мире. И, наверное, вечное назначение веры и церкви в том, чтобы эту греховную, унылую привычку преодолеть, чтобы снова дать нам увидеть то, что разучились мы видеть и чего больше не видим, почувствовать то, чего не чувствуем, пережить то, что больше не в состоянии переживать. Так вот, за божественной литургией освящается, освящает священник хлеб и вино и поднимает их к небу. И узнает вера, в них хлеб жизни, узнает жертву и дар, узнает причастие жизни вечной. Вот и сегодня, в день преображения, приносим мы в храм яблоки, груши, виноград, овощи. И на миг сам храм притворяется снова в таинственный сад, в тот блаженный рай, в котором началась жизнь человека и встреча его с Богом. И как тогда тот первый человек раскрыл свои глаза и увидел этот мир, о котором Бог сказал, что все в нем хорошо весьма, и увидел и возблагодарил Бога, так и мы, как будто в первый раз видим мир как отражение Божьей мудрости и любви, и радуемся, и благодарим. И в этой радости и благодарении очищается, обновляется и возрождается наша жизнь. И вот когда вдумываешься, когда погружаешься в смысл духовного преображения, духовного обновления, понимаешь, что не отрицает церковь материи, не отвергает ее, напротив, ее одухотворяет, ибо в ней с радостью и благодарностью ощущает дар Божий. «Небо и земля исполнены славой Твоей», поем мы каждый день в церкви. И в этом смысл освящения, что в нем слава, это пробивается через наше заснувшее сознание, и очищается наш слух, очищается наше зрение, и сама жизнь становится хвалой, радостью и благодарностью. «А как же со злом, – спросят меня, – как со страданием, – как со смертью?» Что на это ответить? «Если до конца просветимся мы этим фаворским светом, если подлинно, не устами и пустым словом примем в себя это освящение, то начнется и в нас самих победа над злом, и поглощена будет смерть победой. Ведь живем мы в мире, в котором жил и вечно пребывает Христос. И ничто не разделит нас с Ним, если мы нашим духовным взором увидим Его, полюбим Его, отдадим себя Ему. И тогда во всем мире увидим свет Его присутствия, Его любви и Его победы». Субтитры создавал DimaTorzok